МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте играть, сидя дома! Предлагаем вам отправиться в игру путешествия Каза Квест и проверить свои знания о любимом городе, узнать новые факты, удивиться и посмеяться от души. 12 городов Казахстана и я. Не знаю, насколько у меня хватит терпения и силы знаний, чтобы остаться в игре, но я попробую пройти ее до конца. Один город, два шанса на подсказку, три задания, четыре блиц-вопроса и пять самых красивых мест города. Один, два, три, четыре, пять. Поехали! На прошлой неделе я побывал в Туркестане. Это по-настоящему сакральная земля Казахстана, где по сей день сохранены бесценные памятники культуры, истории и исламских традиций. Я нашел древний оазис и великий город средневековья Отрар, где родился величайший мыслитель Востока Аль-Фараби. Побывал во Второй Мекке, в мавзолее Ходжа Ахмеда Ясауи и собственными глазами увидел Тай-Казан. А перед этим я посетил мавзолей Аристан-Баба и выпил там целебную воду из колодца. Мне даже удалось попасть в туркестанскую баню, которую соорудили в 1500-е годы. Ну и, конечно же, я увидел современный Туркестан, который сейчас претерпевает настоящий строительный бум. И с каждым днем становится все краше. Этот город может похвастаться богатейшей историей, огромным количеством памятников истории и объектов культурного наследия. Тарас – один из древнейших городов не только Казахстана, но и Азии. Именно здесь, на территории Жамбульской области, в междуречии рек Шу и Талас, в 1465 году султаны Женебек и Кирей основали Казахское ханство. Сегодня мы узнаем, какие тайны хранит в себе этот древнейший город страны. Наверное, ни в одном городе Казахстана археологические раскопки не ведутся с такой периодичностью, как в Тарасе. За всю историю существования этот древний город видел много. Не раз был разрушен до основания и столько же возрождался вновь. И каким-то чудесным образом до наших дней сохранилась часть этой истории, которой мы сегодня с вами прикоснемся. В буквальном смысле прикоснемся. Поехали! Древний Тарас был крупнейшим административным центром и занимал одно из центральных положений на Великом Шелковом пути. Его рост и процветание были связаны с историей знаменитого торгового пути. Первые сведения о городе содержатся в китайских источниках середины первого века до нашей эры. Тарас сыграл неоценимую роль в истории региона, как один из важнейших центров международной торговли, ремесел, науки и культуры. В 1856 году город получил название Аулие-Ата в честь мавзолея Карахана, построенного над могилой одного из правителей караханидов. С 1938 года город носил имя великого казахского акына Жамбыла. 8 января 1997 года указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева городу было возвращено его исконное название Тарас и восстановлена историческая преемственность. В 2002 году под эгидой ЮНЕСКО были проведены торжественные мероприятия по празднованию двухтысячелетия города Тараса. Сегодня Тарас – важный промышленный и культурный город страны. К началу 2020 года численность населения достигла более 350 тысяч человек. Город купцов и ремесленников. О Таразе написали все – средневековые историки, географы, путешественники, мыслители и философы. В разные периоды Тарас был столицей Тюргешей, Карлуков и Караханидов. Находки археологов подтверждают – здесь процветала цивилизация, и уже тогда существовали водопровод, канализация и даже библиотека. Современный Тарас расположен на юге страны, возле границы с Кыргызстаном, на реке Талас. Расстояние Алматы-Тарас по трассе составляет около 500 километров. На машине можно добраться за 5 часов, а то и меньше. До Тараса можно доехать автобусом от автостанции Сайран. Правда, время в пути будет чуть больше 6 часов. Этот же путь можно преодолеть за час на самолете. Или же железнодорожным сообщением за 8, а то и 10 часов. Я на машине, поэтому дорога веселей и приятней. Знаете чем? Вот этим. Еда в дороге, в местных кафешках – самое вкусное. У меня уже и аппетит разыгрался, так что я побежал заказывать себе еду. Ребята, подождите меня. Друзья, мы пришли сюда пообедать. Я себе заказал казахское национальное блюдо «Куэрдак» и горячую тандырную лепешку. Запах невероятный. Черный чай. Что же себе заказали мои друзья, коллеги из съемочной группы? Ильин, ты что себе заказал? Я себе заказал плов, чай и хлеб. Приятного аппетита. Спасибо. Алексей, а ты? Беспанджу и очучук. О, здорово. Приятного аппетита. Очень вкусно. Ну, друзья, мы будем пробовать. Несмотря на то, что я уже насладился местными кулинарными изысками, я не смог удержаться от того, чтобы узнать, чем же богаты местные земли. А между прочим, в городе реализуется государственная агропродовольственная программа «АУИЛ», которая способствовала значительному увеличению объемов производства мясных, молочных продуктов, сахара, муки и зерновых, комбикормов для животных и другого. Производством пищевых продуктов занимаются более 30 крупных, средних и малых предприятий, выпускающих сахар, безалкогольные напитки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, различные виды молочной продукции, колбасные и рыбные изделия, консервированную плодо-овощную продукцию. Эффективная деятельность одного из местных заводов позволяет ежегодно увеличивать объемы производства сахара, где наряду с сахарной свеклой сырьем служит тростниковый сахар-сырец, импортируемый из Бразилии, Кубы, Гватемалы и Сальвадора. А мне на пути встретились приветливые жители близлежащих аулов, которые могут предложить вам все, что производят сами. Не заводы, конечно, но что может быть лучше органического продукта, сделанного своими руками? Вы можете рассказать, какой мед полезен для здоровья? Вот этот вот бронхи, грипп, простуда, иммунитет повышает. Минау гречка, сердце, давление нормализует, иммунитет, анемия, подсолнух, кровь чистит, бронхи, простуды. Вот это минау соты, соты тоже чистят, шлаки выводят, потом вот все на вредных предприятиях работает, им полезно. Рассасывать по утрам минут 20-15, потом не кушать, не пить, смазывается все, желудок громкий. Кульца вообще от всего для иммунитета. Детям при физических, умственных нагрузках, пожилым, спортсменам тоже. Но ее постоянно не принимают, потому что овитоминоз может быть 2-3 раз в сезон в год. Во время ОРЗ, ОРВИ, ну как обычно, зимний там, весенний период, сейчас же пока вот есть. Да-да. Да. Ну, мед весь местный. Аллергию не вызывает? Аллергия – это вот на мед есть какой-то, ну сколько, из 100, там 2-3-5% людей, которые полностью не переносят продукты пчеловодства. А-а-а. И им тогда, они даже там пчела укусят или там попробуют аллергию. Это кто-то не переносит, тем не переносит. Тогда дайте мне мед от простуды. Кажется, этот. Можно взять? Ага. Можешь я. Ага. Нау, Меркер. Спасибо. Вот, я купил меркенский мед в Таразе. До пункта назначения ехать еще около 30-40 километров, но мы уже приближаемся к одной из главных достопримечательностей этого региона. Пришло время узнать первое задание «Казахквест». Я всегда рад гостям. Древняя легенда гласит, только великанам и богатырям это могло быть под силу. Им удалось сделать то, что поражает воображение и дает пищу для ума. Задание выдано. Так, это какой-то подвиг? Точно, какой-то героический поступок, который... Этот поступок должен поражать воображение. А что в этом может быть поразительного? А я думал, с легкого начнут. Надо подумать. Вот мы и приехали. Правильно говорят. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот это да! Вот это монументальность и размах. Я здесь впервые, но почувствовал себя героем исторических или футуристических фильмов. Не знаю, кому пришла в голову такая идея, и уже точно не знаю, кто ее реализовал. Ну а Кыртас действительно стоит увидеть своими глазами. Такие огромные валуны поднять обычным людям не под силу. Подождите. Кажется, я нашел отгадку к своему заданию. Сейчас проверю. Казахквест. Правильный ответ? А Кыртас. Задание выполнено. Спасибо тебе! Ура! Первое задание выполнено. Осталось всего каких-то два. А мы продолжаем нашу экскурсию. Городище Акыртас – это архитектурно-археологический комплекс 8-9 веков постройки. Музей под открытым небом раскинулся в 40 километрах от города Тарас. В 1982 году Акыртас был включен в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства. В июле 2014 года Акыртас вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объектов Великого Шелкового Пути в Чаньянь-Теньшаньском коридоре. Первые свидетельства об Акыртасе оставил даосский монах Чан-Чун в 1222 году. Согласно одной из версий, Акыртас мог быть буддийским или нестарианским храмом. Однако обнаруженная здесь позднее мечеть позволила опровергнуть эти предположения. Академик Карл Байпаков считал городище Акыртас ставкой карлукских каганов, которые правили в регионе с 766 по 893 годы. Другие ученые-исследователи придерживаются мнения, что такую грандиозную постройку мог осилить только такой очень могущественный правитель, как арабский полководец Кутейба ибн Муслим. Некоторые исследователи отождествляли Акыртас со средневековым городом Касрибас, находившимся на Великом Шелковом Пути. Также есть предположение, что этот дворец возводился для Александра Македонского в качестве последнего форпоста на востоке его огромной империи. Одним словом, и по сей день ответы не найдены. Неизвестная причина, по которой город не был достроен до конца. Наиболее вероятной, кажется, теория о том, что он был разрушен землетрясением. Но это только гипотеза. Я бы сказал, что сюда нужно приезжать не для того, чтобы поделать красивые фоточки, а действительно, чтобы погрузиться в историю и подумать о мироздании. Не зря ученые оценивают Акыртас наряду с чудесами Египта. Акрополями Афин, Колизеем Рима, дворцами племени Майя в Перу, которые имеют всемирную ценность. Добраться сюда, конечно, проще, чем в Перу, но и не так уж легко. Кстати, от Тараза можно приехать на любой маршрутке в сторону Алматы до поселка Акчулак, далее по проселочной дороге на юг, по Джеде, можно пешком, но это около 8 километров. Вход 200 тенге. Мой вам совет – одевайтесь потеплее. В какой бы сезон вы не приехали, потому что место открытое и очень ветренное. А что касается меня, то я поражен. Всего в нескольких часах езды от нас есть такие удивительные строения, которые свидетельствуют о древнейшей цивилизации. Раньше мне доводилось видеть такое только по ТВ, но сейчас я почувствовал себя частью чего-то большего. Ну что, поехали дальше? Мы заезжаем на территорию города, и здесь нас встречает первый сакральный объект, который чаще всего предлагают посетить туристам. Это Мавзолей Тектурмас. Мавзолей Тектурмас – памятник архитектуры 14 века, расположен на юго-восточной окраине Тараза в 4 километрах от центра, на правом берегу реки Талас, на склоне одноименной горы. По одной из версий, Мавзолей был возведен в честь главнокомандующего войском царства караханидов султана Махмудхана, который принял большое участие в распространении ислама на территории Центральной Азии. Помимо него, здесь покоится прах многих известных исторических личностей – великого казахского батыра Мамбета, сподвижника Абулайхана, ученого-богослова Фасахуддина Сабитова. Интересно, что кроме мусульманских могил в древнем некрополе были обнаружены захоронения зороастрийцев и первых христиан-мистарианцев, поскольку Тараз был городом, где исповедовали различные религии, распространившиеся по великому шелковому пути. Доехать до мавзолея Тектурмас можно практически из любой точки Тараза за 500-700 тенге. Это священное место знают далеко за пределами нашей страны. Люди приходят поклониться праху старцев, помолиться, получить благословение. С этой возвышенности Тектурмас открывается прекрасная панорама Тараза. А вот и река Талас, давшая название древнему городу. Историки считают, что именно эта часть Тараза в древности была основой древнего городища, возраст которого ученые приблизительно датируют началом нашей эры. Наше путешествие продолжается, так же как и игра. Пора узнать, что ждет меня дальше. Казах Квест. Слушаю следующее задание. Когда-то эта часть города была доступна каждому желающему. Жители Тараза проводили здесь немало времени, потому что могли найти все, что пожелают. Позже это место приобрело новый статус, а вместе с ним и новый поток посетителей. Задание выдано. Что бы это могло значить? Может быть, это парк, который раньше был платный, а теперь бесплатный? Или наоборот? Кажется, мне нужен звонок другу. Сейчас. Алло? Чобаев Бержан Раимбекович. Харизматичный актер, ведущий и человек, который знает, как продлить вашу жизнь. Ведь Бержан долгие годы играет в КВН, и сегодня он готов поделиться своим позитивом с вами. Здравствуй, друг, как ты? Здравствуй, сам как? Ммм, хорошо. Ты в городе? А, ты приехал в Тараз? Да, я приехал в Тараз. Я рад. Очень рад. Я получил задание от Казах-Квеста. Ты не мог бы мне подсказать место, которое я ищу? Конечно. Да, сейчас я тебе продиктую. Когда-то эта часть города была доступна каждому желающему. Жители Тараза проводили здесь много времени, потому что могли найти все, что пожелают. Позже это место приобрело новый статус, а вместе с ним и новый поток посетителей. Вот такое задание. Да, нам надо найти то место. Ты же мне поможешь? Конечно, помогу. Хорошо, я тогда, прямо сейчас, отправляюсь на место встречи. Тогда увидимся на Арбате. Хорошо, договорились. Привет, дружище. Приветствую. Как добрался? Хорошо. Давно не виделись. Как ты? Все хорошо, спасибо. Я же тебе продиктовал задание, которое было мне дано. Помоги найти мне то место. Если надо, могу еще раз продиктовать. Давай, еще раз прочти. Слушай, когда-то эта часть города была доступна каждому желающему. Жители Тараза проводили здесь много времени, потому что могли найти все, что пожелают. Позже это место приобрело новый статус, а вместе с ним и новый поток посетителей. Мы находимся в центре города, на улице Толеби. И думаю, что речь идет о центральном рынке. Точнее, когда-то здесь был центральный рынок. Но в 2011 году его закрыли и начали археологические раскопки древнего городища Тараз, возраст которого ученые и историки датируют более 2000 лет. Да-да, жители проводили много времени. Совпадает. Находят все, что пожелают. Тоже подходит. На базаре же все продают. А ты про новый статус подумал? Ну, конечно. У древнего городища республиканский статус. Тогда совпадает. И новый поток посетителей. Точно. Давай проверим. Мой ответ – древнее городище Тараз. Это правильный ответ. Задание выполнено. Есть! Какой же я молодец! Сегодня отгадываю задание с первого раза. Но не без твоей помощи, конечно. Я буду рядом с тобой, дружище. Спасибо. Ну что, войдем вовнутрь? Идем посмотрим. Пошли. Тараз был важным звеном на Великом Шелковом Пути. Город процветал, собирая дань с проходящих торговых караванов. Здесь развивались ремесла, культура, искусство. В 11-12 веках, во время правления в Средней Азии династии караханидов, Тараз достигает апогея в своем расцвете. В это время он становится столицей одного из удельных владений. Политическая самостоятельность его проявилась прежде всего в местном чекане монеты, от лица таразских владителей. А значение и мощь города выразились в том, что в начале 11 века таразскому владетелю Туганхану подчинялись правители Самарканда и Кашгара. Древнее городище Тараз – памятник I-19 веков. Вошло в перечень археологические памятники и средневековые городские центры сакральных мест Жамбульской области. За время раскопок ученые обнаружили около 50 тысяч артефактов. Первое упоминание о Таразе как процветающем и укрепленном городе относится к 36-му году до нашей эры. Некогда Тараз был столицей казахского ханства. Территория раскопок составляет 6 гектаров. В настоящее время археологам удалось исследовать только четвертую часть. Были обнаружены жилые кварталы, баня и медресе. Сейчас ученые изучают культурные слои 10-12 веков нашей эры, время существования государства караханидов и наивысшего расцвета Тараза. О жизни и быте населения рассказывают найденные керамические и бронзовые изделия, фурнитура, одежды, монеты. Сенсационной находкой археологов стал клад из золотых и серебряных украшений. Биржан, давай теперь ты побудешь гидом. Вот скажи, история, цветная металлургия, торговля – это все понятно. Но в чем, по-твоему, ваш город лучше всех? Ты чего, не знаешь, что ли? Наша жамбыльская школа бокса известна на весь мир, еще с советских времен. И каждый раз спортсмены доказывали на ринге свое мастерство. И это не просто слова. Ты у любого прохожего спроси. Спорт у нас в почете. Тебе даже дети скажут. Наш город воспитывает чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Вот слушай. Сирик Конакбаев, Рашид Кабиров, Булат Жумадилов, Булат Ниезымбетов, Бахтияр Артаев, Ермахан Ибрагимов, Бахтияр Тлегенов, Марат Мазимбаев. Понял. Я еще не закончил. Их так много? Конечно. Дружище, ты тоже занимаешься боксом? Конечно, занимаюсь. Тогда меня тоже научи. Ладно. Договорились? Договорились. Обязательно. Спасибо тебе. Да, Тарас не перестает удивлять. Здравствуйте. Вы занимаетесь боксом? Бокс? Не-не, я боксом не занимаюсь. Мои друзья, братья, постоянно ходят. Я пробовал пару раз, но понял, нет, не мое. Мне по душе больше восточное единоборство. Айкидо, джиу-джицу, тэквондо. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. В бокс я пришел в 14 лет. До этого я играл в футбол во дворе с друзьями, а бокс выбрал потому, что они же начали ездить на бокс. И я тоже захотел. Ходил с ними за компанию, и с тех пор это мой любимый вид спорта. Я не спортсмен, у меня есть основная работа. Но бокс – это как хобби. Стараюсь не пропускать тренировки и всегда оставаться в тонусе. Мой любимый боксер – Мухаммед Али. Он действительно легенда. Даже если ты не занимаешься боксом, то я, допустим, всегда смотрю по телевизору «Бои чемпионов». Больше всего, конечно, я болею и люблю смотреть, наблюдать за боями Головкина. Это настоящая легенда. Это наша гордость, гордость всей страны. И, правда, никогда не получалось посмотреть вживую, но по телевизору не пропустил ни одного боя. Это человек, который действительно прославляет наш Казахстан. И за границей его все знают, любят. Поэтому гордимся, гордимся такими людьми. Я пришел в бокс еще мальчишкой. Мне было 7-8 лет. Тогда меня привел брат и сказал, что теперь я буду ходить с ним. Я сначала не хотел, немного возмущался, но потом полюбил этот вид спорта. Я считаю, что боксом должен заниматься каждый мужчина. В Казахстане бокс – вид спорта номер один. А у нас в Таразе – это по умолчанию. У нас же завод по производству боксеров. Наша школа бокса реально очень сильная и всегда выходят новые имена. Хорошие ребята. У нас очень много талантливых боксеров. Я своих детей на бокс отдал. Брат говорит, играй в футбол с друзьями, если хочешь, но и занимайся боксом. Почему бы не делать и то, и другое? Пришло время узнать следующее задание. Внимание! Задание номер три. Десять веков, только два мавзолея могли считаться самыми высокими зданиями в Таразе. Тебе предстоит отыскать тот мавзолей, который был построен раньше другого. Задание выдано. Я в истории не силен. Кажется, я знаю, о каком мавзолее идет речь. Правда? Ну поехали же тогда. Как хорошо, что я тебе позвонил. Нам даже ехать не надо. Мы недалеко от него. Недалеко, говоришь? Да, рядом. Ну тогда идем. Вот мы и пришли. Кажется, это и есть то, что мы ищем. Один из самых известных религиозных и культовых объектов страны. Мавзолей Карахана. Этому памятнику истории более тысячи лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Айдын, знакомься. Улжалгаз. Научный сотрудник мавзолея. Прекрасно. Мавзолей Карахана расположен в центральной части города Тараз и входит в культово-мемориальный комплекс, сформировавшийся на территории средневекового Рабада. Считается, что он построен над могилой одного из представителей династии караханидов – шах Махмуда Карахана. К сожалению, история не сохранила для нас имена мастеров, строивших мавзолей. Не сохранился до наших дней и сам мавзолей в своем первоначальном виде. Современный мавзолей был построен силами местных жителей в 1906 году на месте прежнего. При этом полностью утратил декоративную облицовку. Судить о первоначальном облике мавзолея и его архитектурной ценности мы можем лишь подошедшей до нас фотографии 1902 года. Судя по фотографии, мавзолей имел квадратную композицию. Главный фасад был украшен кирпичным узором. Как показали раскопки 1961 года, для отделки использовалось до 30 разновидностей терракоты. Арка над входом в мавзолей была выделена клинчатой кладкой, оконтуренной кирпичом, опиралась на колонки. Перед нами предстает портально-купольное сооружение с центральным залом, где расположено надгробие, и тремя угловыми помещениями – худжами. Стены мавзолея Карахана сложены из царского кирпича, и только купол и арочные ниши внутри – из кирпича плитки мавзолея XI века. Надпись над входом в мавзолей на арабском языке, повторяя первую строку Корана, гласит «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Пророк его». В этих двух комнатах худжер в 2011-2017 годах в Таразе проводились археологические раскопки, во время которых были найдены около 4000 экспонатов. Они выставлены в комнатах худжер в мавзолее Карахана. Также отвечу на вопрос, кто такой Карахан. Карахан – основатель династии караханидов, который первым из тюрков принял ислам. Основателем государства караханидов в X веке был Сатук Багдахан, его внук – шах Махмуд Карахан. В честь Карахана в 1836-1936 годах город Тараз назывался «Аулии Атат». Мавзолей Карахана – популярный туристический объект и место паломничества верующих. Мавзолей построен в эпоху караханидов в XI веке правителем Караханом Мухаммедом, который полюбил дочь известного ученого и поэта XI века Хакима Сулеймена Бакиргани Айшубиби. Средневековое сооружение не сохранилось в первозданном виде из-за частых нашествий. Первая реконструкция была проведена в 1906 году. Кирпичи караханидской эпохи можно увидеть только внутри – это купол и арочные ниши. Целым также осталось ступенчатое надгробие внутри Мазара. Есть предположение, что под именем Карахана здесь покоится святой Хазрет Аулие, настоящее имя которого Шам Ахмуд. Данным именем Аулие Ата в середине XIX века и стал называться Тарас. Мне не терпится ответить на вопрос. Если ты и вправду говоришь, что Мавзолею Карахана более тысячи лет, то, думаю, мы нашли ответ. Сейчас проверю. Казах Квест. Мой ответ – Мавзолей Карахана. Ответ неверный. Как так? А что теперь делать? Ты знаешь другие Мавзолеи? Город Тарас является одним из самых старинных городов Казахстана. Поэтому здесь сосредоточено множество исторических и культурных объектов. Жемчужиной города Тараса является один из мавзолеев, расположенный в 20 километрах отсюда. Тогда нужно отправиться туда. Хорошо, поехали. Вот Айдын. 15-18 километров от Тараса или 300 тенге на маршрутном такси и вы в знаковом месте для Тараса в Мавзолее Айша-Биби в одном из древнейших сооружений Жамбульской области. Тогда едем. Едем. Идемте. Вот мы и добрались до мавзолея Айша-Биби, который считают жемчужиной Казахстана. Мавзолей датируется 11-12 веками. К сожалению, у мавзолея сохранились только западные стены. А мавзолей, который вы сейчас видите, был построен специально в 2000-летию города Тарас в 2002 году. Если вы обратите внимание на верхнюю часть сооружения, то увидите, что она в виде саукеле. То есть мавзолей, находящийся в ауле Айша-Биби Жамбульской области, был построен караханом для своей возлюбленной Айша-Биби. Он расположен в 18 километрах от Тараса. В центре мавзолея надгробия Айши-Биби. Также в западной стороне мавзолея на высоте 3-4 метров в первоначальном его виде можно увидеть куфическую надпись. Осень, тучи, земля прекрасна. Мавзолей состоит из трех этажей. Нижние этажи мавзолея были построены из кирпича, а средняя его часть из арчового дерева. Внешняя сторона отделана плитами. Для чего использовалось арчовое дерево? Это дерево было очень крепким и надежным. Мавзолей примечателен и интересен не только архитектурными особенностями. Существует такая легенда. Карахан, знатный человек, приехал однажды в гости к баю Айгоже, где и познакомился с его дочкой, красавицей Айшой, гласит один из вариантов легенды. Молодые приглянулись друг к другу, но Карахан вынужден был спешно покинуть Айшу-Биби, узнав о нападении врага на свою родину. Известие о том, что молодые нравятся друг другу, разозлило Айгожу, и он запретил дочери видеться с возлюбленным. В конце концов, Айша-Биби, не получив в условленное время известия от жениха, решила сама тайком поехать к Карахану в сопровождении верной нянюшки Бабаджи Хатун. Взбешенный отец красавицы тем временем отправил в догонку прислужников со словами «Если не возвратится, пусть уж лучше умрет». Утомившись долгим путешествием, на берегу реки Аса, которая и сейчас протекает в одноимённом селе Жамбылского района, Айша останавливается отдохнуть. Тут подосланные джигиты уговаривают одну из подруг Айши спрятать в её одежду змею ради шутки. Искупавшись, Айша надевает головной убор, и ядовитая змея смертельно кусает красавицу. Узнав о случившейся трагедии, Карахан спешно прибывает к реке вместе с имамом. Он это делает для того, чтобы их союз закрепили на небесах. И перед её смертью Карахан говорит Айше «Айша, ты моя Биби!» То есть это означало «ты моя супруга!» Айша Биби умирает у него на руках. Над могилой Айши Биби хан Карахан воздвиг изумительной красоты кумбес. Вот почему Айша Биби. Да, именно так. Сегодня мавзолей Айши Биби является не только архитектурным сооружением. Также он известен, как мавзолей – символ любви. Впечатляет. То есть Бабаджа Хатун была няней Айши Биби. Да, кажется, всё сходится. Теперь осталось отсчитать 20 шагов. Посчитаем. Считаем. Считаем. Отсюда начнём? Отсюда. Тогда начнём. Один, два... Двадцать? Двадцать? Да, кажется, я знаю ответ на эту загадку. Вот, ровно 20 шагов. А это мавзолей Бабаджа Хатун. Бабаджа Хатун была няней Айши Биби. Это она вместе с Айша Биби отправилась навстречу Карахан. Преданная своей госпоже Бабаджа Хатун долго горевала над могилой Айши Биби, а потом поселилась рядом и до конца своей жизни стала хранительницей мавзолея, поддерживая огонь на могиле. Ненадолго она пережила свою любимую воспитанницу. После смерти преданной нянюшки Хан Карахан построил ей мавзолей в 20 шагах от мавзолея Айши Биби. Оригинален и не имеет аналогов в среднеазиатской архитектуре 16-ти ребристый зонтичный купол мавзолея. Уникально и внутреннее убранство этого строения, однако более всего привлекает многочисленных туристов и паломников, сакральность этого места и древняя легенда, связанная и со стоящими рядом мавзолеями Айши Биби и Бабаджа Хатун. На портале главного фасада мавзолея Бабаджи Хатун имеются остатки от выбитой надписи на арабском языке. Можно прочитать оставшиеся строки. Это гробница, называемая Бабаджи Хатун. Строитель ее. Кажется, я знаю правильный ответ. Казах-квест. Это мавзолеи Айша Биби и Бабаджи Хатун. Айша Биби и Бабаджи Хатун. Ответ правильный. Задание выполнено. Поздравляю! Не зря этот мавзолей называется символом любви. Да, уложал газ. Вам огромное спасибо. Я многое для себя почерпнул. Удачи вам в работе. Спасибо. Дружище, и тебе спасибо. Пришло время прощаться с вами. Всего доброго. До свидания. Существуют десятки легенд, в которых говорится о любви Айша Биби к Карахану. Согласно самой распространенной, правитель Тараза Карахан Мухаммед попросил руки дочери известного ученого и поэта 11 века Хакима Сулеймана Бакаргани Айши Биби. Однако ее воспитатель, шейх Айкожи, не дал согласия на брак. Красавица сама тайком поехала к возлюбленному в сопровождении преданной няни Бабаджи Хатун. К несчастью, Айша Биби погибла по дороге от укуса змеи. Скорбя о смерти любимой, Карахан воздвиг мавзолей на месте ее гибели. Попутчица Айша Биби Бабаджи Хатун стала хранительницей мавзолея и после смерти была похоронена в 20 шагах от Айша Биби в мавзолее Бабаджи Хатун. Многие знаменитые спортсмены – выходцы из Жамбульской области. Среди них есть олимпийские чемпионы. Кстати, Тарас также является родиной казахстанского футбола. Их имена знакомы среди любителей спорта. Это футболисты Еркебулан Цейдахмед, Бауржан Исламхан, Бахтийор Зайнудин. Надеемся, в будущем из стен Тарас-арены еще выйдут великие чемпионы. В преддверии 550-летия казахского ханства в честь Женебека и Кирейхана в городе Тарас были открыты эти монументы. Сегодня жители города с удовольствием приходят сюда прогуляться и сфотографироваться на фоне памятника. Жамбул Жабаев – гордость казахского народа. Один из крупнейших представителей устного народного творчества. С 1938 по 1993 год Тарас носил название Джамбул. Позже, в 1997 году, было возвращено историческое название – Тарас. Но стоит отметить, что область до сих пор носит его имя. Сейчас памятник знаменитому казахскому Акыну установлен на площади напротив Акимата-Жамбульской области в центре Тараса. Перенос и обновление памятника состоялось в 2018 году. Ранее памятник был возле центрального городского рынка Тараса. Кстати, я хорошо помню этот памятник, который был раньше, и выглядел он, кажется, немного по-другому. Аулие Ата правил государством караханидов 40 лет. Он внес огромный вклад в развитие науки и образования нынешнего Тараса. В 63 года он добровольно отказался от престола и занимался распространением исламской религии. Квест в солнечном загадочном, древнем и уже полюбившемся мне городе Тарас закончился. Радует, что этот уникальный город находится неподалеку от Алматы, так что сюда можно вернуться и не раз. Тем более, что здесь еще можно сделать много интересных и увлекательных открытий. Как минимум 3000, ведь именно столько историко-культурных памятников зарегистрировано в Жамбульской области. Пока!